Стоп ковид, будь привит! Вот с таким лозунгом вышли студенты-волонтеры Государственного университета имени Пушкина на антиковидную акцию под эгидой Белорусского общества Красного Креста. За время эпидемии волонтерами организации было проведено множество добрых акций, направленных на помощь болеющим людям. Немаловажным является то, что волонтеры уделяют много внимания просветительской стороне работы организации. Информационно-образовательные акции – неотъемлемая часть деятельности краснокрестовцев в этот сложный период. Ведь говорить о проблеме – это уже много. У нас создано 15 волонтерских отрядов. И я хочу сказать, что самые активные в данный момент являются университет имени Пушкина и медицинский колледж. В медицинском колледже там вообще создан волонтерский отряд «Чистые сердца». И кроме того, еще есть единичные волонтеры, которые очень активно участвуют. И если говорить о том, когда была очень сложная ситуация, в январе месяце, в феврале этого года волонтеры доставляли за неделю по 385 рецептов, доставляли продукты, доставляли предметы первой необходимости, также коммунальные оплачивали. Очень большую, огромную работу проводил Красный Крест совместно с волонтерами. Мне нравится, что у нас в университете работают такие акции, проходят много разных мероприятий по поводу того, чтобы студенты и вакцинировались, и придерживались каких-то разных способов сберечь себя, сберечь своих близких, проводят различные беседы. И я считаю, что в этом есть большие плюсы. То есть большинство студентов нашего университета прививаются и соблюдают меры предосторожности. В такой непростой эпидемиологической ситуации в университете имени Пушкина регулярно проводятся акции и конкурсы, направленные на соблюдение всех мер безопасности против коварного вируса. Вместе с тем, что студенты и профессорско-преподавательский состав в большинстве своем уже получили свою дозу иммунитета, провакцинировались, важным элементом антиковидной кампании является регулярное информирование и даже, можно сказать, напоминание особо забывчивым студентам всех правил профилактики. Конечно, все преподаватели, сотрудники университета и руководство университета говорят со студентами и в индивидуальных беседах, и на занятиях, в общем-то, на мероприятиях таких небольших, которые у нас сегодня проходят в онлайн-режиме со студентами, о том, что важно думать о своем здоровье, о здоровье окружающих. Конечно, важно вакцинироваться, важно соблюдать правила и нормы социального дистанцирования. Сотрудничество университета и Белорусского общества Красного Креста не прекратится никогда, ведь это взаимодополняющие организации. Университет дает волонтеров, а значит, силу организации. А Красный Крест дает возможность ребятам проявить себя, быть нужным и полезным людям, а значит, сердце и душу. От имени Белорусского Красного Креста мне очень хотелось бы поблагодарить руководство университета за поддержку деятельности Белорусского общества Красного Креста и за развитие активного системного волонтерства. Наверное, не только в Бресте, в городе Бресте, в Брестской области, но Татьяна Васильевна и развивала это волонтерство и во всей Республике Белоруссии. И за добрые дела.